Мир книг разнообразен, интересен и велик. Какие произведения на родном языке пользуются особой популярностью, объявились сегодня в Национальной библиотеке. Там подвели итоги конкурса «Литературная Чуваша. Самая читаемая книга года». Подведение итогов конкурса «Самая читаемая книга» как раз совпал с приездом в Чебоксары известных мастеров детективного жанра Анны и Сергея Литвиновых. На встрече с авторами читатели задавали вопросы, общались с Литвиновыми, рассказывали о себе. Затем организаторы перешли к подведению итогов конкурса «Самая читаемая книга». В республике он проводится уже более 10 лет. В этот раз в номинации «Самая читаемая книга» приняли участие 162 издания. Почитать их можно в Национальной и других библиотеках республики. Самые читаемые книги определялись по всей республике. Каждая библиотека, Центральная библиотека предоставляла Национальную библиотеку шот-листы о прочитанных книгах, с перечнем книг и количеством, сколько каждая книга читалась. И Национальная библиотека уже подводила, и компетентное жюри определило самых читаемых книг. Самыми читаемыми на чувашском языке стали книги «Грешник» Валерия Муравьева и «Голос в изморосе» Хветера Агивера. Самыми читаемыми детскими книгами «Натали Людмилы Смолиной» и «Жаркие дни» Николая Андреева. В номинации «Драматургия» избранная третий том Николая Терентьева стала самой популярной среди читателей. А в номинации «Переводы» жюри выделило книгу «Вечная Волга» Николая Сорокина. Диплома получил коллектив переводчиков – поэты Юрий Семендер, Валерий Тургай и писатель Римма Прокопьева.